доброе бодрое утро дорогие слушатели и зрители радио медиа метрикс мы после праздников начинаем с вами снова передача сила ума это познавательная образовательная программа посвященной корпоративной карьере моя соведущая вера гаврилова и наш дорогой гость сегодня сергей маркин руководитель дмитрий смирнов директор департамента стратегии power osbank группа компаний со сети general дмитрий приветствую наше передача сегодня называется банковский взлет и она посвящена тому как сделать карьеру в банковской сфере в банковской отрасли как совершить переход в это направление да и соответственно как использовать дополнительное образование для карьерного прорыва дима немножко представься и сделай ремарку о которой мы говорили ребят спасибо что пригласили приятно к вам сюда прийти я сразу хочу оговориться что поскольку это передача скорее таких советах карьерных да я ни в коем случае не представляют позиции какой-то компании да или там текущего работодателя скорее такое личное мнение вот вот но если сказать о себе я работаю в банковской сфере действительно на протяжении уже примерно шести лет вот но моя карьера она начиналась не банковской сфере вот и я после окончания финансового вуза пошел работать совершенно не с финансовой области я работал в металлургии производили мы алюминий из боксита работал за рубежом потом я в африке в республике гвинея на бокситных рудниках вот и впоследствии как бы жизнь так сложилась что я вернувшись в россию работал в электроэнергетике вот но потом у меня возникло желание поменять все таки кардинально сферу то есть я понял что я хочу более скажем такой белого воротничковую отрасль где работать я собрался перебраться в банкинг что у меня получилось вот это в принципе был достаточно интересный опыт такого перехода вообще нестандартный переход потому что банковская сфера изначально всегда считается закрытые там нужно начинать с нуля и строить 10-15 лет свою карьеру поэтому мы начнем прямо с первого карьерного совета дима вот как правильно делать переход мне очень понравилась твоя история про треугольник я так поняла что это там бизнес образование где-то ты как раз питал это поэтому давай начнем с того как правильно делать транзишн как делать правильно переход действительно я слышал когда-то эту метафору когда кто-то нам преподавал я уж не помню построение карьеры она мне очень запомнилась то есть есть треугольник грубо говоря такое то по сути ты можешь менять три вещи основных основополагающихся своей карьере когда ты делаешь какую-то перемену да ты можешь менять отрасль ты можешь менять страну и ты можешь менять функцию которую ты выполняешь и естественно чем там больше одновременно вот ты вещи меняешь тем сложнее и мало того как бы это не только сложнее ты еще должен быть готов к тому что ты дашь какой-то сделаешь дисконт к своей нынешней позиции но это наш следующий совет вот и ну тут надо каждому из элементов думать конечно очень подробно что тебе конкретно нужно то есть в моей жизни я думал о каждом из этих элементов разное время допустим когда учился в бизнес-школе за рубежом естественно я подумал о том что может быть мне сменить страну где работал вот что касается страны я все-таки там размышляв изучив вопрос остался патриотом вот но скажем таким наверное все-таки более прагматичным соображением потому что я увидел что для русского человека значительно больше возможностей для российского гражданина больше возможностей у себя на родине сейчас существует потому что карьеры если человек достаточно амбициозен чтобы претендовать в будущем на какие-то достаточно высокие позиции вот карьера в россии развивается значительно более стремительно чем быстрее нам на чем в штатах в европе вот из развивающихся странах вот мы как бы развивающаяся страна искать другую развивающую страну наверно нет смысла ехать в бразилию в китае или в индию да непонятно зачем но вот и в принципе для 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 этого ну да там в принципе зарабатывать здесь много и для этого есть обоснование серьезно просто в россии существует однозначно дефицит хороших кадров управленческих вот до сих пор да до сих пор существует до сих пор эта ситуация происходит зря люди говорят о том что у нас нет дефицит дефицит есть однозначно да поэтому в россии возможно ранние карьеры ранние взлеты какие-то и они случаются сплошь и рядом страну не рекомендуют перехода ну вот я для себя такой вот сделал просто у людей разные могут быть мотивации может быть им просто там что-то конкретно не нравится вот или они влюблены в какую-то другую страну тогда пожалуйста но они должны понимать что они за это заплатят чем-то другим то есть тут какие-то должны быть конкретные соображения чего человек преследует вот что касается вот сменные функции наверное это такой достаточно сложный момент дима первое образование какое финансово финансово да вот так вот по большому счету у меня функция сменилась когда я перестал работать финансово департамент компании и стал заниматься стратегией но я к этому шел достаточно долго через дополнительное образование думаю об этом мы можем поговорить еще отдельно вот и смена отрасли да у меня происходило вот и я думаю тоже можем на этом остановиться то есть вот у меня был прыжок из энергетики в банкинг и честно говоря чтобы освоиться банкинг это действительно заняло тоже там наверное ну минимум несколько лет чтобы я там почувствовал себя по крайней мере ну вольготно как-то устойчиво на своем мире сколько лет называть срок это важно сколько транзишно чтобы люди знали во что им транзишн обоиваются ну нужно в отрасли проработать минимум три года чтобы освоиться но чтобы быть там своим и начать понимать что вы пришли глубоко знать людей это очень важно то есть перед тем как менять отрасль желательно чтобы вы в своей отрасли состоялись и это нужно два-три года минимум для того чтобы тебя воспринимали как ценного сотрудника которого и работали был готов к тому чтобы тебя соответственно взять из этой другой отрасли как раз что в новой отрасли нужно два-три года ну а до этого тоже сколько ты работал примерно потому что ты конечно не можешь прыгнуть куда-то если у тебя нет никакого багажа который ты можешь туда принести иначе ты будешь вообще с нуля начинать первый карьерный совет я тогда фиксирую значит определяйтесь что вы будете конкретно менять страну отрасли или функцию помните о том что для того чтобы менять функцию вас должно быть до этого сформированное мышление чтобы вам было что переносить универсальные навыки которые вы накопили другой отрасли пригодятся вам и в следующем на следующем этапе страну вот наш эксперт менять не рекомендует но я с ним совершенно согласна я считаю что и по прагматичным и по патриотическим чувствам лучше конечно оставаться в россии ну а вот сферу как раз менять можно до отрасли менять можно и наш передача доказывает что это вполне реально мне нравится этим что ты как эксперт срок назвал что это три года это не 10-15 лет но и не полгода да как бы люди по полгода поработали в одной отрасли в другой прыгают и скачут и конечно это для работодателя наверное тоже несколько сомнительно и странно может быть так что у нас следующее значит карьерный совет номер два да обсуждаем готовьтесь к потерю слова эксперта ну собственно да мы уже затронули да то есть если вы хотите что-то менять карьере надо понимать что за это придется чем-то заплатить да то есть вы уже где-то инвестировали время силы получили какие-то навыки и не все они будут естественно применимы в новой сфере вот кроме того естественно с возрастом есть такая тенденция что людей менее охотно хотят брать уже куда-то на непроверенные но я думаю это плюс минус универсально на самом деле везде вот но как я говорил у меня в жизни был один такой переход когда менял отрасль и мне было меньше 30 тогда то есть 27 вот и в принципе две вещи которые тогда делал это было по сути такой видный networking большой и плюс анализ того что я могу привнести да то есть как бы человек который развивается как специалист у него формируется два вида навыков у него есть специфические навыки для этой отрасли и есть переносимые такие универсальные навыки да вот понятно что специфические тебе ничем не помогут но ты должен очень четко понимать что ты продаешь новой отрасли людям которые тебя рискнут взять вот это должен их убедить что то что у тебя есть переносимого она представляет ценность для этих людей вот там если ты допустим был продавцом где-то хорошим и хочешь уйти войти да ты должен там по крайней мере предложить что ты будешь у них там продавать вот там в моем случае там я занимался финансами там энергетики там металлургии вот и придя в банкинг который это по сути там эссенция финансов как такова я понимал что я не могу всем заниматься да и когда меня познакомили с финансовым директором одного из банков я предложил ему сам решение то есть у него была проблема с контролем затрат вот и в принципе довольно такая переносимая функция из отрасли в отрасль хотя вот то чем я занимался энергетики это было уже наверное немножко по уровню выше да чем вот эта функция то есть у меня более глобальными вещами занимался в принципе я там ответил на вопрос этого финансового директора который меня спросил дмитрий но ты же понимаешь что тебе это наверное будет неинтересно я ему сказал мне это будет интересно потому что для меня это будет новый отрасль или я хочу вам доказать что я могу это сделать на качестве другом уровне чем у вас сейчас это я согласился работать по сути туда у меня это была управленческая позиция вот но такая она была ниже уровнем но вы на берегу с ним договорились о каком-то сроке что я вот условно говоря год готов к ним заниматься или два года готов к ним заниматься или нет или это вот Ты не совсем красиво продался, но сказал, что он всегда готов. Мы проговорили, что дальше мы посмотрим, куда можно двинуться, потому что, естественно, ни один руководитель в здравом уме не будет давать каких-то авансов человеку, которого не знает. Но согласиться на том, что если договоренности реализуются, если я сделаю то, что обещал, чтобы у него была мысль в голове, что мы договорились, что можно двигаться дальше, это правильно. Но, естественно, каких-то обязательств никто тут не даст. То есть, ты взял ответственность за KPI и рассказал честно о том, какая у тебя история, чтобы у финансового директора было полное представление. Ну, в принципе, да. Но еще важно, вот я так вспоминаю, что очень важно быть, конечно, очень увлеченным этой идеей, и чтобы этот человек видел твое желание, энергию, уверенность в том, что ты это сделаешь. То есть, какой-то психологический контакт здесь важен, чтобы в тебя поверили. Потому что это действительно очень большой риск для руководителя, и я это понимаю с сегодняшней позиции, что если ко мне тоже придет человек, который без опыта, то меня очень сложно будет убедить. Он реально должен будет постараться, чтобы это сделать. Ну, вот как раз ты снял вопрос с языка. Когда ты сейчас в роли руководителя и видишь вот этих людей, которые как раз хотят перейти в другую отрасль, которые хотят совершить вот этот вот прорыв, на что ты обращаешь внимание? Может быть, и с точки зрения резюме или там справедливого письма, когда вот к тебе обращаются, да, или телефонный звонок. И с точки зрения того, да, что люди должны сказать непосредственно тебе, да, чтобы вот у тебя вот это зерно зародилось, а может быть, действительно попробовать, может быть, дать шанс, может быть, рискнуть. Ну, для меня это как раз является проверкой адекватности человека, когда он очень, скажем так, прагматично оценивает свою позицию. И, ну, здравая, я бы так сказал, да, когда он понимает, что ситуацию руководителя, к которому он подходит с таким вопросом, и он уже продумал, как бы для него решение, да, он ему предлагает, как решить этот вопрос. Для меня это сразу сигнал, что этот человек, по крайней мере, он хорошо думает, он прагматичен, он здрав. То есть, должен быть оффер какой-то конкретный, да, про решающую проблему, как у тебя, да, должна быть мотивация. А вот еще все-таки такой интимный вопрос. И вот действительно, чем тебе понравилась банковская сфера, потому что одно дело демонстрирует мотивацию, да, это мы все умеем, ну, по крайней мере, стараемся как кандидата, другое дело совершенно чувствует внутри ее. Как раз работодатель на этот вопрос отвечает, это ты искренне делаешь, или ты просто стараешься ему продать. Или ты продаешься, да. Или ты продаешься. Так вот у тебя почему в банку-то возникла такая любовь, или не возникла, ты демонстрировал, там, старался продаться. Ну, действительно, наверное, такой личный вопрос. Такие каверзные вопросы, я думаю, что это, там, все-таки пришел туда после, там, длительных размышлений, да, там, о карьере, судьбе, там, когда находился в энергетике. Это два разных мира, вы знаете, там, суровые технарии, инженеры, там, сделки могут заключаться, там, как положено, в бане, да, там, нужно выпить бар. Вот, да, то есть, это такой, вот, свой мир, банк, более, такая, рафинированная, наверное, вещь, вот. Ну, не знаю, мне вот вспомнилось, там, когда Тинькова спросили, почему он банк решил открыть, да, он сказал, ну, я люблю деньги, а банк это про деньги, вот, поэтому. О, ну, круто, ну, то есть, искренне, что там внутри была какая-то жила, которая тебя вела, да, то есть, у тебя все равно какое-то было внутреннее чувство, что тебя толкало, заставляло, ты уличный какой-то выбор. Ну, я, я, я знал, что мне эта сфера нравится, да. Нравится, вот правильно. Ну, и краткий вопрос, вот, по твоему опыту, к какому снижению, вот, мы говорили о том, что человек должен быть готов заплатить, к какому снижению в процентном соотношении он должен быть готов по зарплате снижаться, да, то есть, вот, если он из одной отошли в другой переход. Я понимаю, что это очень индивидуально, но вот у тебя по ощущениям. Ну, действительно, так вопрос сходу ответить, наверное, сложно, но, скажем так, в карьерной, вот, не в карьерной, а вот в лестнице иерархической компании, вы, там, человек потеряет одну-две ступени. Ну, что, значит, фиксируем второй карьерный совет, значит, во-первых, будьте готовы к потерям, то есть, потеряете в деньгах 100%, будьте готовы к тому, что… Нет, ну, не 100%, но потеряете. 30%. 30%, да. Однозначно, точно, что потеряете что-то, но будьте готовы на 30% понижение или понижение в управленческой позиции, которую вы занимали, плюс от вашего карьерного капитала востребованы будут только часть универсальных навыков, которые вы можете принести, поэтому часть компетенций еще будут неиспользованы. Но самое главное, что покупает работодатель, это, конечно, вашу искреннюю мотивацию и ваше желание решить какую-то конкретную проблему в его компании, поэтому, если хотите получить шанс, включать мозги. Отлично. Конечно. Так, ну, Дим, вот ты еще сделал очень важный такой момент карьерный, вовремя-то понял, что это надо делать, расскажи про бизнес-школу. Бизнес-школа, наверное, там, для многих людей, строящих карьеру, в какой-то момент приходит такой момент, когда они вот думают, а не пойти ли мне поучиться, да? Некоторые думают очень долго. Вот, и очень много там способов, как об этом размышляют, некоторые пытаются посчитать экономический эффект, построить NPV, там, какое-то своего обучения в бизнес-школе. Вот, ну, для меня это, скорее, был такой вот, что это нужно, это поможет, это полезно, если вы какие-то изменения делаете в своей карьере. Если у вас все хорошо, да, то, в принципе, это не обязательно, то есть, зачем идут, в принципе, в бизнес-школу, да? То есть, это знание, это время, которое вы можете провести в отрыве от работы, потратить его на что-то другое, и это знакомство, да? Вот. У кого-то знакомство на первом месте ставит. Просто я знаю людей, которые приезжали в бизнес-школу, у них было прекраснейшее, там, западное образование с самого начала, то есть, им знания были, наверное, не то, что прям очень нужны, да? Это не являлось каким-то бутылочным горлышком в их карьере, вот. В принципе, они были, может быть, из каких-то хороших кругов и семей, там, из институтов, они так знали достаточно людей, и они ничего не хотели менять в своей карьере. Допустим, они работали в какой-то крупной компании и собирались туда вернуться, да? Вот. Они приезжали в бизнес-школу просто, ну, скажем, отдохнуть, да? То есть, им было, они поняли в какой-то момент, что… Снимали стресс, да? Да, они заработались, и вот надо прочистить мозги, там, потусываться. Нет, ну, это же важно, правильно, рефреш-так, это же очень важно все равно, там, апдейт. Безусловно, люди как бы понимали, зачем они едут, это для них был такой легальный отпуск, да? Да, у меня, допустим, было ощущение, что мне не хватало знаний, потому что я туда поехал из… Вот я перешел работать в другой банк, я там выполнил обещания, которые я давал туда своему директору, да. Но потом я понял, что если я хочу там дальше развиваться, мне нужны все-таки дополнительные знания, вот, и бизнес-школа может мне их дать. Вот, она дала, действительно, вот, и, в принципе, остальные две вещи, вот, нетворкинг и время, они тоже, на самом деле, сыграли свою положительную роль, потому что я смог поискать, познакомиться с людьми нужными, пообщаться, я смог подумать, о чем я именно хочу еще дальше в банках заниматься, как именно, то есть… То есть ты функцию выбирал как раз, да? Сначала ты поменял, получается, отрасль, да, перешел из энергетики в банкинг, а потом, как раз, с помощью образования ты начал о функции размышлять. Ну, я думал и о функциях, и о стране, о двух основных элементах я тоже размышлял. Ну, то есть это время подумать, тем более в бизнес-школе тебя, действительно, к этому очень сильно принуждают, чтобы ты думал, да, то есть тебе постоянно там проводят какие-то карьерные семинары, ты какие-то заполняешь там анкеты, которые там кладешь в конвертик и оставляешь себе посланием там на через год, ну, то есть разные-разные инструменты, которые тебя побуждают там, чтобы ты об этом думал, ты этим занимался, то есть это не только сидение за партой на уроках, это вот именно вот этот процесс. Вот, поэтому, как бы, если человеку нужно не просто отдохнуть, но он хочет еще какое-то карьерное изменение, то я считаю, что бизнес-школа – это очень полезный шаг. Вот, как лично в твоей карьере, как лично твою карьеру повлияло обучение в бизнес-школе? Тем более, я так понимаю, что прошел определенный период, и ты можешь уже сейчас, так сказать, оглянувшись на это, посмотреть, да, было ли это таким карьерным ускорением для тебя? Ну, я думаю, что безусловно, потому что действительно ты с точки зрения знаний, да, там в бизнес-школе ты можешь формировать часть своих предметов по выбору из длинного списка. Я, естественно, сформировал нужный перечень, связанный там с банкингом, вот, я подчеркнул необходимые знания. Вот, я за это время познакомился с массой людей, там, пообщался с людьми из ведущих там банков России. Люди очень контактно идут с учащимися в бизнес-школах, потому что, в принципе, многие были в таких ситуациях, это своего рода комьюнити, это ты понимаешь позицию этих людей, поэтому вот именно, когда ты учишься в бизнес-школе, это правильное время пообщаться с людьми, люди, как бы, понимают твою ситуацию и готовы. Больше открывают, мне кажется, они больше тебе рассказывают, только, действительно, реально, свое комьюнити, своя какая-то стая, и они тебе больше рассказывают. Через знакомых-знакомых ты это можешь делать, вот, и потом, как бы, когда все вокруг, там, как бы, одногруппники, однокурсники этим занимаются, ты, в принципе, это все легче идет, на самом деле, такая взаимная поддержка, да, крупа анонимных алкоголиков, да, клуб анонимных алкоголиков такого. Не, ну, это же здорово, а ты, по-моему, все получается. Да, вот, и, да, это все сработало, то есть, действительно, я познакомился с человеком, которому нужны были впоследствии мои услуги после окончания бизнес-школы, я пришел работать в один из крупнейших банков российских, государственных, вот, да, получились необходимые знания, да, я отрефлексировал свое к тому времени, я достаточно четко понимал, что нужно, я считаю, что для меня это, да, было хорошее мероприятие. То есть, это, собственно, возможность, в том числе, и заняться поиском работы полномерно, да, из-за того, что ты сказал, потому что для этого появляется время, силы, возможности, связи и так далее. Ну, это здорово, он тебя присмотрел или ты его присмотрел, как ты чувствуешь в ВКонтакте, или обоюдно? Ну, это как-то обоюдно, мы просто там общались-общались, и потом через, там, где-то полгода у него подвернулась необходимость, и он про меня вспомнил просто все. Вот, слушайте, наматывайте себе на усы, записывайте на свои ментальные карты, как на самом деле работает социальный нетворкинг. То есть, люди общались-общались, потом кругу все складывается. В правильном месте главное общение начинать. А вот давайте тогда зафиксируем совет номер три. То есть, если вы хотите поменять что-то в своей карьере, то имейте в виду, что образование – это отличный способ, инструмент, чтобы поменять функцию или выбрать ту новую функцию, которую вы хотите дальше внутри своей карьеры развивать. Это как раз время, где вы можете порефлексировать, как сказал Дима очень правильно. Это время, когда вы можете познакомиться с нужными людьми. Они тоже изменят ваше мышление, ваше видение, ваш взгляд на определенные вещи. Это вас обогатит, и вы сможете выбрать что-то перспективное. У меня вот немножко остался такой вопрос внутри. А как ты все-таки выбрал стратегию? Потому что финансы – это тоже особая каста, каста – это особая функция. И не все финансисты хорошие стратегии, это однозначно совершенно. Вот почему ты выбрал именно такую функцию, как ты на нее натолкнулся? Ну, наверное, это тоже как-то из личного опыта. Я совершенно не буду никого убеждать, что это самая замечательная профессия на свете. Но просто мне всегда нравилось смотреть на бизнес вверх, как-то понимать большую картину. И у меня, в принципе, перед глазами было и среди нескольких знакомых, в том числе в банках, хорошие примеры людей, которые занимались очень интересными вещами, интересными проектами, которые мне действительно показались такой стоящей работой. Естественно, любая функция, она может иметь свои плохие проявления, хорошие. Да, зависит от себя человеком. И можно, конечно, думать иногда о тех же самых стратегах, как о каких-то ребятах, сидящих в башне шланговой кости, и философствующих. Но на самом деле, если эта работа правильно построена, она очень, на мой взгляд, полезная и прагматичная для банков. Но, естественно, она нужна только крупнейшим компаниям. Просто, как мне сказал один из людей, которых я опрашивал, когда выстроил целевую модель работы стратегии на текущем месте, он сказал, что мы все занимаемся своими делами здесь, и нам реально нужен кто-то, кто думает об этом все в другом ключе, смотрит на это с нужной дистанции, и строит необходимую систему стратегического менеджмента, а не просто занимается оперативно. Ну, вот, кстати, мне хочется еще один момент только отметить. Обратите внимание, когда Дмитрий рассказывал, что он еще рассказал о ролевых моделях, которые он выбрал. То есть у него были люди, которые представляют эту функцию, он с ними общался, и это тоже повлияло на его мышление. То есть если вы выбираете какую-то функцию, хотите на самом деле принять о ней решение, нравится она или нет, и внести ее в свою карьеру, выбирайте людей, которые на самом деле на практике это делают. Потому что когда вы общаетесь с этими людьми, все становится понятно, правильно? Это важно, безусловно. Живые примеры такие, да? Живые примеры. Если вы абстрактно это выбираете, то вы ничего все равно не поймете, это будет как-то все очень отрезано от реальной жизни. А дай совет, как выбирать бизнес-школу. Да, да. Сейчас все возбудились. Все возбудились, тем более, что все-таки у нас нет такой практики в России, или она там не так давно появилась, да, по поводу второго образования именно в бизнес-школе, потому что все воспринимают, большинство людей, да. Второе образование – это вот еще один диплом, да. Бизнес-школа – это все-таки другая история, да, где ты сознательно инвестируешь достаточно серьезные средства. И время. И время в свое образование. Поэтому, конечно, очень интересно, как выбрать бизнес-школу. Правильно. Правильно, да. Ну, тут исключительно личная позиция. Я вот убежден, что выбирать надо из топовых школ. Вот это топ-5-7, наверное. Почему? Тут очень важен бренд, очень важно качество людей, с которыми ты окажешься. Это невозможно переоценить. Ну, как бы личная позиция. Да. Ну, как бы личная позиция, но, может быть, кто-то решит, что там лучше сэкономить 10 тысяч долларов и пойти куда-то там в следующую категорию. Ну, я не советую. Свидеуслышали 10 тысяч долларов, сэкономить, а сколько же это стоит? Это стоит прилично, но никто не говорит, что это дешевая история. Это действительно значимый этап в жизни, и он стоит денег. И надо понимать, что ты это время будешь сам себя содержать, будешь платить за обучение, за какие-то путешествия, с семьей можешь туда поехать, и семью за это время содержать. Ну, в общем, такая история. Надо готовиться копить деньги, прежде чем обучать. Да. Второй момент – это, собственно, вот эти топовые школы, они есть в двух местах. Они есть в Штатах, они есть в Европе. И там две принципиально разные модели. То есть, Штаты – это два года обучения, в Европе – один год. В Штатах моложе студенты, они идут после где-то года работы, после института поработали год и приходят в бизнес-школу. То есть, там средний возраст – 24-5 лет. В Европе – это выше – 28-30, такой средний медианный возраст учащихся. Соответственно, выбрать, что больше подходит. Но, кроме того, европейские школы – они более глобальны. В плане студенческого сообщества там действительно глобализация там, она туда пришла. Там есть, вот в Инсиаде, где я учился, было представлено в нашем интейке порядка 80 национальностей. Это действительно люди, которые имеют национальный багаж именно этих стран. Потому что в Штатах часто бывает, что заявлено на определенную национальность, но этот человек – культурный американец, он там родился. Кого вы там обсуждали – китайца? Например, китайца. Ну да, например, китайец, который всю жизнь рос в Калифорнии, и он культурно действительно американец. Он не принесет тебе никакой китайской перспективы, когда ты будешь с ним общаться. Поэтому, исходя из этих критериев, просто выбирайте мой совет. Топовая школа, выбирайте, сколько лет вам нужно, какого вы возраста, нужна ли вам эта глобальность, хотите ли вы узнать больше о Штатах, об Америке или о мире. Вот, и всё. Ты учился где? Расскажи, кампусы какие у Сиат? У Сиат, ну вот у них, в принципе, есть возможность разной географии охватить. У них основные для фулл-тайм MBA кампусы во Франции, в Сингапуре есть возможность и там, и там поделить своё время. Я так и сделал. И ты это время не работал, то есть ты проживал именно в этих кампусах? То есть ты уволился. Я хочу произнести слово, чтобы наши телеслушатели и зрители знали правду. Ты уволился в этот момент с работы, накопил подушку. Нет, сначала накопил, видимо, потом уволился. Я и кредит взял. Да, и даже кредит взял. Боже, вообще, какая ответственность, как ты всё это выдерживала? Потому что такая ответственность так давит на голову, на всё, на плечи. Нормально. Нормально. То есть ты принял решение, что... Но выглядит, Дмитрий, хорошо, поэтому, видимо, всё это здорово сработало. Отлично. Я думаю, что многих как раз именно это и пугает, эта ответственность. То есть мы уже все пугают увольнения, пугают, что нет работы, на которой тебя ждут. Или тебя ждали? Какая у тебя была ситуация с работодателем? Ну, у меня было предложение от компании, с которой уходил, не увольняться, взять там за свой счет отпуск. И даже они предлагали оплатить обучение. Но, поскольку я говорил, что я хотел как бы двигаться дальше, открывая... Слушай, ну это совсем другая история. Ты себя уверенно чувствовал, что ты однозначно... Ну, это был как бы определенный авантюризм, да. Но я хочу подчеркнуть, что это не единственный возможный способ сжечь мосты и уехать. Можно и более безопасно это все сделать. Потому что все зависит от того, что конкретно добиваешься. То есть, по идее, мог быть такой вариант, что ты спокойно с работодателем поддерживал отношения, а не вкладывали в тебя, инвестируя, потому что им понравилось, ты все проявил. И обучение может оплачивать работодатель. Да, это возможно. Хороших людей работодатели обычно ценят. И я по себе сейчас знаю, что мне было бы там... Я бы приложил максимальное усилие, чтобы не расстаться с людьми, которых я считаю ключевыми, важными, талантливыми. То есть, ты уже как руководитель это уже прям внутри себя знаешь? Ну, конечно. Это очень длительный и сложный процесс подбора людей к себе в команду, конечно. Окей. Ну что, выбирайте правильный бизнес-школу. А почему не Сколково последний вопрос мне такой остался? Ну, тогда все начиналось только с Колково. Честно говоря, ну, как-то мне хотелось, чтобы это проверилось временем немножко. Отлично. Ну что, переходим к совету номер пять. Да? Значит, ну, вообще, для меня это выглядит немножко такой мужской совет, если честно, потому что у меня много клиентов, женщины из-за банковской сферы, и вот про диагональный рост, который полезен для карьеры, мужчина очень уверенно про это говорит, женщина говорит про это по-другому, поэтому расскажи, как эксперт, почему ты считаешь, что диагональный рост очень полезен. Что-то вообще такое? Ну, то есть, часто бывает такое, что в корпоративной, как бы, лестнице, да, ну, просто нет мест наверху, да? Ну, банковской сфере это постоянно происходит, то есть, это самое такое жестко фиксированное, уплотненное, уплотненное, со своей иерархией, со своей системой отношений, которую невозможно расшатать там, экспрессивными выходками. И, в принципе, ну, на мой взгляд, человек на каждой позиции, он, в принципе, осваивает практически все, что там есть за 2-3 года. То есть, он, в принципе, полгода, он, наверное, за полгода первые, там, ну, что касается меня, допустим, я чувствую, что 80% того, что есть, я уже, там, вот, и, там, после этого еще года полтора, там, два с половиной, я могу внедрять все в жизнь и получать какой-то результат. Вот, после этого, наверное, все начнется, как бы, цикл, заново, да, и, ну, не знаю, насколько это интересно, там, делать то же самое, там, опять и опять, вот, поэтому, конечно, логично, что многие люди смотрят в этот момент, может быть, как бы, какой-то новый вызов на себя взять, да, и они не имеют ничего против той компании. Что добавят многие мужчины? Может быть, я вот, честно говоря, тут не эксперт, вот, в области гендерных отличий. Я вот, я хочу добавить, многие мужчины спокойно рассматривают ситуацию, когда они узнали функционал, спокойно рассматривают ситуацию диагонального роста, а женщины, кстати, так не видят. Ну, может быть, стабильность тоже, вот, женщинам важна, да, чтобы вы научились, нервы потрепали себе немножко, а теперь можно наконец спокойно рассматривать. Можно, да, ну, тоже позиция, почему нет. Вот, но если хочется какого-то нового вызова, то вот, два-три года, и человек чувствует, что, наверное, что-то надо делать, и тут дело не в том, что ему там компания конкретно не нравится, да, он ищет просто какие-то возможности. нужен некий апдейт, да, который нужно отсматривать и на текущем месте работы, да, и посмотреть, в том числе, на рынок общаться. то есть, если работодатель не дает, у него жестко ограниченные возможности, ригидная структура власти, да, нет позиций для тебя, то не надо бояться, надо вообще двигаться и переходить. Ну, скажем, переходить, некоторые компании, вот западные в частности, да, допустим, вот я сейчас во французской структуре работаю, да, они понимают эту проблему, это четко, и мне там говорили об этом, что когда там похожие ситуации с людьми возникали, они поэтому очень, по сравнению с нашими, там, банками, допустим, достаточно лояльно и даже поощрительно относятся к тому, что люди ротируются внутри компании, то есть, они это понимают, никаких проблем, что человек высказывает свои пожелания двигаться дальше, они ему подбирают место, предлагают какие-то варианты, свои усилия, да, то есть, опять же, то есть, там, презумпция такая, что если человек стоящий, талантливый, нравится этой компании, то... И он ценен, да, для компании, он ценен скорее как, там, скорее человек, а какие-то специфические навыки он может добрать на новом месте, это легче и выгоднее для компании, чем его отпустить на рынок и пытаться опять с рынка выловить кого-то... Доптировать, потратить на это деньги, время... Вот, такого понимания, вот в нашей компании, выкоррелизанного нету, некоторые руководители это понимают, но система на это, как бы, не заточена, вот. Именно поэтому, я говорю про диагональный рост, то есть, это опция уже для человека, да, то есть, если он понимает, что наверх пути нет, вот, и он уже, в принципе, готов к новому челленджу, ему, конечно, нужно рассмотреть варианты на рынке, диагональный рост, это что значит? Это вбок и наверх, то есть, это, по-моему, на другую компанию, но на позицию выше, на какой-то другой уже вызов и так далее. И, в принципе, всегда полезно, конечно, с интервалом в пару лет делать такой чек рынка, вот, узнавать, какие там есть возможности, но, в принципе, люди, которые верят в своей отрасли, они это делают естественным образом, да. Ну, вот, я нашла две такие ошибки, мне хочется гендерно добавить, женщины, во-первых, не делают чек, не обновляют информацию о рынке труда, они сидят, во-вторых, при мотивации, какая женская мотивация при диагональном переходе, это значит остаться в своей компании, сидеть, делать тот функционал, который, в общем-то, им знаком, то есть, как раз вот здесь срабатывает и страх, и желание стабильности, ведущей мотивацию, поэтому женщины по-другому делают диагональные переходы, только когда уж прям совсем много времени пройдет, пять-шесть лет. Мужчины быстрее. Замечательно, да, совет очень хороший, каждые два-три года рассматривать предложения о смене работы, сравнивать их с текущей карьерной ситуацией, обсуждать со своим работодателем эту ситуацию, не стесняться, да, и, соответственно, быть готовым к тому, что... Если ты работаешь в российской компании, то может ничем не получиться. Я думаю, заявлять о том, что ты готов взять на себя какие-то новые вызовы, какие-то ответственности никогда не помешают, чтобы люди вокруг тебя знали, что у тебя есть такое желание. Отлично. Дим, у нас совершенно бомбическая дальше история начинается, потому что ты нестандартный человек в своей карьере, вот мы уже это поняли из передачи, дальше вот расскажи, как сейчас ты развивается, потому что я знаю, что у тебя развивается собственный предпринимательский проект, расскажи им, что это такое, и на самом деле это очень нестандартный проект на рынке, новый. Да, спасибо, это действительно такая новая струя в моей жизни, скажем так, я не занимаюсь этим проектом операционно, я один из учредителей, основателей, и иногда подключаюсь на уровне, если можно так сказать, нашего микросовета директоров, и помогаю сделать какие-то стратегии, или там двинуть какие-то направления, но действительно в прошлом году мы стартовали проект, который запустился буквально недавно, это такой малый бизнес в сфере социального предпринимательства, он называется «Прогулка в темноте», и он находится в Москве, и его миссия такая, что он дает людям возможность почувствовать часик, как это пожить без зрения, путем создания полной темноты, которая не бывает в жизни, такой абсолютно, которая не привыкает к глаза, и там люди проходят через ряд ситуаций, там улиц впереди, сказать, магазин, там, допустим, музей, в бар, почувствовать другими органами чувств, кроме зрения, которые обостряются, как это такое, и самое важное, что ведет эту экскурсию незрячий человек, незрячий гид, которых у нас в штате уже 10 и будет больше, и мы, кроме колл-центров всяких разных, с гордостью можно сказать, что мы, наверное, один из крупнейших работодателей для незрячих людей, и мы будем развиваться, я считаю, что мне очень понравилась эта идея, когда мы в нее вписались, потому что это именно возможность делать, социально выполнять функцию, благое дело, и при этом делать бизнес. Уже есть сайт? Как тебя найти? Как прийти на... Да, можно в любом поисковике забить прогулка в темноте, и это вы найдете сразу. А есть аналогичные проекты? Ну, в России тоже недавно запустился в другом городе еще аналогичный проект, и это известная за рубежом история, очень популярная в тех городах, которые есть, в TripAdvisor, они на первых трех местах в тех городах, где они присутствуют, потому что действительно людям это нравится, многие оценивают это как совершенно незабываемые новые опыты в жизни, они многое почувствуют. Для деток тоже это делаете? Мы от 7 лет запускаем. Школьники могут приходить, такая социальная интеграция. Мне кажется, это очень важный проект, потому что он наращивает этот социальный капитал, социальное доверие к тем людям, которые живут совсем другой жизнью, и важно с этим знакомиться. Ну, да, через это люди, через некий такой развлекательный формат, они выходят с пониманием более глубоких вещей, и на самом деле для многих людей это первая возможность пообщаться с незрячим человеком, потому что часто есть какое-то нежелание пообщаться не из-за того, что люди их не любят, а потому что есть чувство вины, не знаю, боятся, а тут это действительно такой очень интересный опыт. Я хотел сказать о том, что это именно была новая струя какая-то в карьере, потому что собственное предпринимательство это маленький бизнес, это стартап, а карьера происходит в рамках большой корпорации. на самом деле есть очень много синергии между этими двумя направлениями, как я понимаю, и это когда ты пытаешься выстроить все процессы маленькие, такие с нуля в маленькой компании, ты начинаешь ценить значительно больше то, что происходит в крупной компании. Ты понимаешь, сколько уже было инвестировано сил, времени в эти процессы, когда махина, где тысячи, десятки тысяч сотрудников работает, федеральное присутствие, как эта махина управляется, насколько это сложно и важно. Уважение появляется, появляется очень большое уважение, появляется осторожность, ты как бы как стратег, допустим, значительно более взвешенно начинаешь смотреть на какие-то изменения, начинаешь обращать внимание на те вещи, на которые раньше не обращал внимания, которые казались сугубо операционными, а потом ты понимаешь, что это очень-очень важный элемент, что, допустим, IT тот же самый. Это точно. Это точно. И то, что мне очень понравилось, ты сказал, что то, что мне раньше казалось бюрократией, и то, что мне казалось бюрократией, сейчас я понимаю, что это очень правильно, потому что на самом деле сложная задача — это необходимо контакт с клиентами. Отлично. И вот этот совет, наверное, он как раз об этом. Когда вы дозреете, пробуйте параллельно предпринимательские проекты, пробуйте свой собственный бизнес, и это очень сильно обновит ваше видение. И вот с энергиями понравилось это слово. Вы одновременно получите и в предпринимательском проекте, потому что у вас есть корпоративный опыт, и одновременно вы освежите свое представление в корпоративной карьере, будете испытывать разные эмоции, в том числе уважение к тому, где вы работаете, потому что совершенно по-другому будете на это смотреть. Поэтому это очень освежает. Ну и клиентский фокус, клиентский фокус, потому что те, кто не работает на фронте в своих крупных компаниях, как вот стратеги, финансисты, они не общаются каждый день с клиентами компании. А вот когда ты становишься предпринимателем, ты понимаешь, что клиент — это все, и ты переносишь это понимание на свое основное место работы. Вся обогащение такое происходит, да, мне нравится? Отлично. Ну что, у нас осталось совсем немного времени. Это время для нашего секретного совета от эксперта. Дмитрий, тебе слово. Да, этот совет не абсолютно. Я думал, что вот к этому все можно добавить. Знаете, наверное, совет простой. Вот несмотря на все там, может быть, как показаться, трюки, уловки, какие-то входные пути в карьере, самое важное — это качество работы, продукта, который вы производите. Потому что без этого ничего не получится. То есть нужно все-таки стараться, в некой степени даже превзойти ожидания и требования своих руководителей, те, кто ставит вам задачи. И только в этом случае возможен какой-то карьерный рост. Предвосхищайте, да? Ну не то, что предвосхищайте, но вот пытайтесь четко понять, что этим людям нужно и подходите к решению максимально креативно. Старайтесь перевыполнить, сделать так, чтобы этим людям было потом комфортно с вами работать. Они понимали, что на вас можно положиться и что именно только в таком случае они будут готовы доверить вам новые задачи и двинуть вас куда-то еще. Отлично. Спасибо тебе большое, Дима. Это было вообще фантастическое событие. Отлично. Ну что, время подвести итоги наших советов. Что мы сегодня советовали? Мы сегодня, во-первых, советовали, что нужно правильно делать транзишн, правильно переход делать. То есть нужно понять, что вы меняете, страну там, или все остальное. Мы сегодня говорили о том, что будьте готовы к потерям и правильно продавайте себя работодателю. Мы сегодня говорили о бизнес-школе, как ее правильно выбирать, почему не Сколково и к чему важен бренд. Мы сегодня говорили про диагональные переходы и про мужские и женские стратегии немножко в этом ключе поговорили. Мы сегодня поговорили о том, как предпринимательство освежает твой собственный взгляд, как ты начинаешь обогащать свою корпоративную карьеру от собственного проекта и наоборот. И мы сегодня поговорили о том, что вообще нужно работать хорошо и качественно, тогда у тебя есть какие-то шансы. Да, замечательно. Дмитрий, спасибо большое, что ты к нам пришел. Было очень здорово и интересно. Я для себя почерпнул, что в банковской сфере очень важные слова прагматичны и здраво. Мы это тоже для себя записали. Значит, у нас сегодня был Дмитрий Смирнов. Я, прошу прощения, исправляюсь. Это директор департамента стратегии Росбанка, группа компании «Сосития Женераль». Вера, моя соведущая, и я, Станислав Гаврилов. Спасибо большое. Всем хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин